Девушки отдыхают Я в порядке, а ты отдохни Нет, я покажу Персону, что готов Мне плевать, что он скажет Тебе нечего доказывать Знаешь, я устал от этого дерьма Дома, если хочешь выяснить отношения, выясняй Тогда тебя будут уважать Я понимаю, поверь мне У каждого из нас свои битвы Но мертвым уважение просто ни к чему Спасибо за поддержку Ну и... Старина Михаил за нами присматривает Так что беспокоиться не о чем Вот уж не знал, что вы в это верите Я приму помощь от кого угодно Так ты расскажешь про этот сон? Или как? Волки задирали наш скот Мой брат Пол и я пошли за ними Но неудачно Рэд, стреляй! Сейчас, сейчас! Скорее! Ты цел? Прости, Пол Послушай меня Бояться это нормально Нам пора домой, братишка В тот день я поклялся, что больше никогда не подведу Пола Но теперь я должен убедить не его А Пирсона Я не вижу Цусмана! Проклятие! Они были вместе, когда она обвалилась Нам нужно просто удерживать эту точку Нельзя пускать на краудер Если нужно, у меня есть гранаты Будь готов! Надо держаться! Ну же, надо прикрыть их! Это одиннадцать! Огонь на подавлении! Атакую врага! Стреляйте! Орудие еще стреляет! А! Доказательный составы не имеет А! 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 Они на лестнице! Поберегись! Поберегись! Сау! Пытаемся от видеть позицию! Мы будем защищать 5 метров! Понял! Сюгуртюк! Противопородие! Стрелка! А! Замечен враг! А! А! Похоже! 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 Так 좀 ! Похоже! Похоже! За гранаты не думаш! Не блин! Ух! Небют измены! Ух! Telen Т joints! Этот С левой стороны! Есть, сержант! Молодчина! Нам нужно отметить цель для П-47! Дэниэлс, пускай красный дым! Меня упрашивать не придется! За гранатными дымовыми ко мне! Мы хотим, чтобы они разнесли нас! Вырывайся вперед! Держание впереди! Ходи на пороге! Дэниэлс, кидай красный дым, чтобы указать место для П-47! Держи, нет, пока не прилетят в П-47! Обнаружен противник! Внимание на лестницу! Надо держаться! П-47 на подходе! П-47 на подходе! П-47 на подходе! Я жив! Молодцы, ребята. Вы отдали все силы, обратили в бегство этих гадов. Вы чертовски годные солдаты. Они отлично справились, сержант. Может, вы в них ошиблись. Вы скрывали таланты, парни. Я мало от вас требовал. Но теперь мы посмотрим, на что вы способны. Принеси ему голову Гитлера на блюде. Заноет, что оно не блестит. Если будем и дальше так драться, то войне скоро придет конец. Потому мы и должны играть по-крупному. Ладно, я в деле. Мы взяли Мариньи. Немцы отступают так же быстро, как мы наступаем. Но мы под постоянным прицелом Пирсона. Кажется, нам придется превзойти себя. Мы продвигались к Парижу целый месяц, стягивая кольцо вокруг оставшихся в районе немецких сил. Но как загнанная в угол крыса, противник нанес последний удар. Чтобы чего-то добиться, мы должны быть готовы ко всему. Например, работать совместно с британским спецназом. Что-то назревает. Согласен. Дэвис приехал. Разведка сопротивления сообщила о немецком поезде с ракетами Фау-2 для атаки на Париж. Дозаправка в Аржентане. У нас едва хватит времени выдвинуться на позицию. Остановим поезд. Вы проявили себя в Мариньи, и вам выпадает честь это сделать. Спасибо, сэр. Но, кажется, одного взвода будет мало. Работайте с британским спецназом. Вам двоим, похоже, досталось. Не волнуйтесь, лейтенант. На вас тоже хватит. Во главе операции агенты Вивиан и Кроули. Они давно работают с сопротивлением и знают местность. Вы в подчинении. Мы слышали о Мариньи. Здорово. Мы просто выполняли свою работу. И очень хорошо, но это только начало. Это не просто немецкий поезд с припасами. Это крепость на колесах. Наша связная Руссо должна помочь, но атака на сеть сопротивления может значить, что мы одни. Судьба Парижа в ваших руках. Помню, как было, когда мы высадились на Веркоре. Устроили засаду на патруль. Ты просто старый романтик. Ладно, вот цель. Надо отдать должное Краутам. Поезд прибыл вовремя. Не видел поезда больше. И брони толще. Это бронепоезд. Эти ракеты Фау-2 бьют на 200 миль. До Парижа точно долетят. Нельзя дать им их запустить. Шшшшшшш. Впереди движение врага. Ладно. Мы с Ливиан снимем их. Тернер, ты идешь сразу после. Дэниелс, раз вы с Сусманом так справились в Мариньи, вы поддержите их огнем. Ну давай. Ладно, пошли. Двигайтесь потише. Надеть глушители! Убери снайпера. Используй нож, Дэниелс. Ка! Ка! Смотри! Отлично, Дэниелс. Теперь офицера. После тебя. Стреляй в офицера. Превосходно. Тернер, возьми пару человек и обойди дом. Дэниелс, останься с Кроули. Идем. Осторожно. Молодец. Пошли. Снайпер твой, Дэниелс. Не высовывайся и иди медленно. Снайпер твой, Дэн. Справа. Снайпер твой, Дэниелс. Дэниелс. Пошли. Снайпер твой, Дэн. Исправа. Дэн. Кэуру. Исправа. Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Ваш взвод здесь. Кажется, вы потихали этих людей. А, вы встретили Руссо. Она из Маки, сопротивление. Она убила Краута, который напал на нас. Можно было хотя бы попытаться его допросить. Много возни. Он того не стоил. Я думал, ты все. Похоже, ты наделал дел. Поезд надо было остановить, не разрушить. Ага, мне очень жаль, но все пошло не по плану. А еще мы теперь переполошили все чертовы немецкие посты в округе. И уже пора двигать. Вот и все. Мы еще не закончили задание. Разве не так, майор? Вы должны нам помочь. Не знаю как, но нам с ЦУСом удалось пережить крушение поезда и даже встретиться с крутой французской девчонкой. Ее зовут Руссо. Она из сопротивления. Руссо заставила нас искать на месте крушения документы. Они были нужны для задания в Париже. И для нас у нее тоже дело нашлось. Взорвав тот поезд, мы выиграли для Парижа время. Захваченные нами бумаги позволят бойцам сопротивления проникнуть в самое логово нацистов. Я в деле. Август 44-го. Момент настал. Мы собираемся освободить Париж. Французы из второй бронетанковой и наша четвертая пехотная придут к утру. Значит, сегодня вечером выступаем. Прошла неделя, как мы остановили поезд. Наш взвод в Париже работает с сопротивлением. Руссо и Кроуле разработали план диверсии. Прямой удар по оккупантам. С помощью документов, добытых в поезде, мы с Руссо внедримся в гарнизон под видом нацистских офицеров. Сюда, джентльмены. Гарнизоном командует полицаи фюрер СС Генри. Он не нашел меня и взялся за моих родителей. Затем мужа. И, наконец, сына. Сегодня вся наша борьба, все наши потери обретут смысл. Сегодня мы вернем себе город. Гарнизон. Там есть свой человек, снабдит нас взрывчаткой. Мы взорвем ворота, и для вас это будет сигнал. Мы надеемся на вас. Ладно, ребята. Готовимся. Крауты просто так не сдадутся. Думаю, раз выносим Пирсона, то вынесем и это. Я воевал с ним на Косирине. Всем моего храбрости. Недолго осталось, Мезами. Теперь лезем в логово к волкам. До встречи. Еще блокпост. Фашисты. Скоро этот кошмар кончится. Если тебя остановят, твоя легенда должна быть идеальной. Итак, повторим. Ты, Герда Шнайдер, военный атташе. Тебя прислал Герр Шпигель из разведки для безопасной эвакуации Генриха в Берлин. Не торопись, повтори свою легенду. Тебя прислал Герриха в Берлин. У нас один шанс. Подкупить человека внутри стоило огромных сил. Надо его найти и обменять свой чемодан на его. Надеюсь, он смог добыть взрывчатку, которой мы взорвем ворота. Не переживайте, Дак Моё. Это моя работа. После завершения операции я вас встречу перед гарнизоном. Кто послал? Шпигар. Да. Что бы ни случилось после обмена, ни в коем случае не выпускай чемодан из рук. Поздно отступать. Я всё равно дойду до конца. Поздно отступать. Спасибо. Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Was ist der Grund Ihres Besuchs? Ich wurde aus Berlin hierher versetzt. Seltsam. Laut Ihren Papieren sind Sie hier, um Polizeiführer Heinrich bei seinen Reisevorbereitungen zu helfen. Wie eilen Sie sich, Frau Debel? Ich bin in Eile. Natürlich, mein Herr. Sie können weiter, Frau Lanschnur. Ich bin in der ganze Reihe. Ich werde die weitere Autorien bekommen. Ich werde die nächste Autorien ausziehen. Ich werde die nächsten Autorien ausziehen. Ich werde es wieder ausziehen. Wir werden mehr Autorien ausziehen müssen. Warum das? Der Franz? Sie werden wieder ausziehen. Es ist wichtig, dass du dich schlapp. Du bist in der Kleine. Er wird in der Kleine. Wenn du bitte was. Ich bitte bitte, Frau Lansch. Sie bitte, Frau Lansch. Удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Дима Торзок 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 Продолжение следует... 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 Sie können gerne in seinem Büro warten, er kommt gleich zurück. Ich habe Sie noch nie gesehen. Darf ich fragen, was Sie an meinem Fenster zu suchen haben? Verzeihung, Herr Kommandant. Ich wollte gerade noch etwas frische Luft schnappen. Ich bin Gerda Schneider. Ich komme aus Berlin, um Ihnen Ihre Reisepapiere zu bringen. Fräulein Schneider? Ich habe auf Ihrem Auslandsstudium gehört. Es war in Cambridge, oder? Ja, das ist richtig. Wenn es Ihnen jetzt recht ist, kann ich Ihnen Ihre Reisepapiere zeigen. Da kommen wir noch sicher. Vielen Dank. Danken wir Sie noch nicht, Fräulein Schneider. Wenn Sie nicht stark überlegen, können Sie mit Ihnen sprechen. Wir können mit Ihnen auf Englisch sprechen. Denn ich glaube, dass es die Reisepapiere zu erreichen. Питер, садитесь. Отлично, отлично. Бдительность в наше время не лишняя. Вы такая серьезная. Давайте выпьем. За возвращение на родину французы друг друга стоят. Но, боже, как я буду скучать по их кухне. Берут овсянку, крошечную бягчую птичку, выкалывают ей глазки, чтобы она только жрала. Потом топят в коньяке. Это гениально. Даже не знаю, почему я буду больше скучать. По вкуснейшему мясу. Или по тому, как она медленно дохла. Поехали. Поэтому она учитывая. Мне нравится. Поехали в коньяк. Поехали в коньяк. Как-то так. Так, что вы живете в коньяк.